Говорит Ульяновск. Вечерняя программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». Здравствуйте. У микрофона Алексей Сорокин. На тему дня. Текущая неделя объявлена тематической неделей национального проекта здравоохранения. Традиционно она ознаменована проведением целого ряда значимых мероприятий. Медики ведут с пациентами беседы, консультируют и делятся советами. Например, одной из тем для обсуждения станет важность прохождения углубленной диспансеризации после перенесенного коронавируса. Несколько вопросов об этом мы задали врачу-терапевту поликлиники номер 2, центральной клинической медико-санитарной части Марии Ребровской. Наша углубленная диспансеризация представлена по этапам. На первом этапе вам предлагается пройти анкетирование на выявление у вас сопутствующих хронических заболеваний неинфекционной природы. Также вам предлагаются общеклинические методы исследования, такие как общий анализ крови, развернутый с лейкоцитами, тромбоцитами. Также биохимический анализ крови. Анализ крови над этим мер. Очень важный анализ, который показывает нам ваш риск тромбообразования после принесенной коронавирусной инфекции. Также это такие методы, как электрокардиография, спирометрия для оценки вашей функции внешнего дыхания после перенесенной пневмонии от коронавируса. Также вам предлагается пройти рентгенографию легких, если у вас отсутствует флюорография органов грудной клетки за последний год. На первом этапе диспансеризации мы получаем результаты ваших исследований, и врач определяет показания к проведению у вас второго этапа диспансеризации. Второй этап – это уже более узкие целенаправленные исследования, которые позволяют нам глубже понять ваши заболевания. Сюда входят УЗИ сердца, УЗИ вен нижних конечностей, также компьютерная томография органов грудной клетки. Эти методы позволяют выявить заболевания, которые развелись после или на фоне течения коронавирусной инфекции, либо посмотреть динамику ваших уже имеющихся хронических заболеваний. Также ранее я говорила о проведении на первом этапе определения уровня дейдимера, как рискотромбообразования. Если врач видит, что данный показатель повышен в 1,5-2 и более раза, мы назначаем УЗИ вен нижних конечностей для выявления тромбоза глубоких вен. Это очень важно, так как данное заболевание необходимо своевременно профилактировать и назначить в своевременное лечение, консультацию с судьбством хирурга. После проведения исследований второго этапа мы также направляем к другим узким специалистам, которые смогут уже лечить вас более направленно. Такие специалисты, как кардиолог, эндокринолог, невролог и другие. По результатам двух этапов диспансеризации вам назначают соответствующее лечение для того, чтобы вести к минимуму наличие у вас осложнений коронавирусной инфекции. Мария Михайловна, а что нужно для того, чтобы пройти диспансеризацию? Достаточно прийти к нам в кабинет профилактики, 110 кабинет, так и называется кабинет спонсоризации, где вы можете предоставить паспорт, то есть любой документ, удостоверяющий вашу личность, на основании которого мы сможем по базе данных посмотреть, когда вы перенесли коронавирусную инфекцию, в какой форме, назначить вам соответствующие анализы. В принципе, анализы у нас для всех пациентов общий спектр имеет, но в зависимости от тяжести может быть назначено какое-то дополнительное исследование, несмотря как вы перенесли коронавирусную инфекцию. Также есть возможность записаться через портал госуслуг, а также если вы наблюдаетесь у какого-то специалиста, кардиолога, эндокринолога, недолго или же терапевта, вас могут оттуда направить к нам в кабинет диспансеризации. А так достаточно просто прийти с паспортом, если у вас прошло два месяца и более после перенесенной инфекции. Кстати, а те, кто переболел в легкой форме, например, омикроном, им тоже положена диспансеризация? Если есть подтверждение того, что действительно было заболевание коронавирусом, то есть положительный мазок, либо был выставлен диагноз COVID, то есть соответствующий шифром КБ, и мы это видим по базе данных, тогда мы проводим пациенту глупую диспансеризацию, если прошло два месяца и более, неважно каким штаммом он переболел, в какой форме. А чем, кстати, отличается углубленная диспансеризация от обычной количеством исследований? Мне по количеству, пожалуй, отличаются, а скорее по направленности. То есть вот если мы говорим о ДЭТ-мере, а этот показатель мы исследуем только в углубленной диспансеризации, поскольку именно на фоне пандемии коронавирусной инфекции этот показатель приобрел особую актуальность в связи с тем, что коронавирус имеет к своим органам, мишеням сосудистую стенку, систему крови, то есть он способствует тромбообразованию, особенно у лиц, которые изначально были подвержены этому, которые имели ранние хронические заболевания, связанные с патологией системы крови, сосудистой стенки, имели какие-то другие сосудистые катастрофы ранее. Поэтому данный анализ вообще вошел в широкую практику именно после исследования ковидных пациентов. Данный анализ позволяет своевременно проселактировать развитие данных пациентов тромбоза глубоких вен конечностей, тромбоэмболезии и лучной артерии, так как это состояние жизнеугрожающее. При обыкновенной диспансеризации также мы пациентам этот анализ не назначаем, но здесь мы будем учитывать наличие у пациентов жалоб, то есть жалоб со стороны именно вен нижних конечностей, то есть будем обращать внимание, жалуются ли они на ноги. Здесь уже врач определяет, нужна ли консультация хирурга или сосудистого хирурга, и тот специалист, конечно, может тоже эти мер назначить ему, провести узии вен нижних конечностей. То есть самое главное, что между узкими специалистами существует преемственность, то есть взаимосвязь. Мы можем к разным врачам, они уже определяют тактику, профилактику и современное лечение заболевания. На обычной диспансеризации также есть такие методы исследования, как маммография, кал на скрытую кровь при риске у пациента кровотечений. Много ли желающих пройти диспансеризацию? Да, сейчас поскольку люди активно узнают из социальных сетей, из интернета о возможности проведения диспансеризации в целом, диспансеризации после коронавируса, желающих много, причем среди разных возрастов, как среди пожилых, так и среди молодых, поскольку пандемия коронавируса принесла много осложнений не только у возрастных пациентов, но и молодые, даже кто перенес инфекцию достаточно легко, в отдаленном периоде отмечают у себя различные неврологические последствия, такие как нарушение памяти, внимания, у девушек выпадение волос, нарушение со стороны кожи, то есть очень актуальным является действительно пройти качественное исследование и узнать, к какому же специалисту дальше можно обратиться, чтобы последствия выключить или избежать их прогрессирования. Сколько по времени занимает диспансеризация? Это все происходит одним днем или нужна как минимум неделя? Пожалуй, около недели достаточно. Если мы говорим о проведении первого этапа, то первый этап может занять около двух дней, анализы, в принципе, готовятся быстро, все зависит от того, как быстро придут из лаборатории анализы, как быстро будет описано и КГН, в принципе, этот процесс не занимает долгого времени, пациентов много, но и много специалистов, которые этим занимаются, которые активно участвуют в диспансеризации, поэтому за неделю можно пройти два этапа диспансеризации полностью, все зависит еще от желания самого пациента, от его возможностей, если он может пройти, вот, допустим, прийти, оформиться, полностью сразу же получить бланки на анализы, и если он имеет такую возможность, он может в этот же день уже сдать анализы, на следующий день получить результаты. Но два этапа проходят не все пациенты, поскольку на первом этапе мы определим показания и выставим группу здоровья для пациента, и уже исходя из группы здоровья, мы определяем, нужен ли второй этап диспансеризации. Но за неделю пройти вполне возможно. А как, кстати, на предприятиях взять, например, больничные или выходные? У нас предоставляется справка о том, что пациент проходил диспансеризацию, для лиц работающих непенсионного возраста предоставляется один день для того, чтобы справку предъявить работодателю, что он проходил диспансеризацию. Для лиц пенсионного возраста это два дня. У нас и в вечернее время активно работают различные методы исследования, поэтому достаточно будет для первого этапа, вот этот один день, когда нужно прийти утром, сдать анализы. Обычно этого бывает достаточно. Национальный проект здравоохранения затрагивает абсолютно все медицинские направления. Даже самые узкоспециализированные, например, такие, как хирургия кисти. Это сложнейшая дисциплина, в которой оперирующий хирург сшивает сухожилия, нервы и артерии, проделывает без преувеличения ювелирную работу. Подобными операциями занимаются хирурги 2-го травматолога ортопедического отделения Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Слово заведующему отделением Радику Замальдинову. Кистевая хирургия, в целом, это тонкая хирургия, поскольку повреждение деформации кисти нуждается в особом лечении, что вообще за рубежом привело к отдельной специальной области хирургии кисти, поскольку лечение таких заболеваний травм требует очень высокой квалификации хирурга. В нашей стране, в принципе, мы все кистевики влияем с травматологами ортопедами. Отдельной такой специальности нет. Но, однако, у нас во многих городах есть отделение специализирующееся на травмах заболеваний в кисти, в том числе и у нас. Это второе травматолого-ортопедическое отделение. Естественно, развитие медицины в общем не останавливается, идет прогрессивно, используются всякие новейшие методики исследования. Это МРТ, это компьютерная томография для более точного определения и локализации повреждений. Различные передовые методики, в том числе эндоскопические операции на кисти проводятся. Используются современные импланты, фиксаторы, используются новейшие шовные материалы, в том числе рассасывающиеся для восстановления анатомии. Потому что даже самый блестящий результат лечения порой в каких-то травмах теряет цену, если при этом, допустим, какой-то палец остается неподвижным или нечувствительным. Поэтому хирургам, занимающим хирургией кисти, необходимо знать анатомию в идеале, функциональную анатомию. Доктора нашего отделения постоянно получают повышение квалификации в Нижнем Новгороде, в Москве, в Петербурге, в Казани, где есть старые такие серьезные школы кистевой хирургии. Также у нас в стране есть общество кистевых хирургов, несмотря на то, что отдельной специализации такой нет, но оно представлено достаточно широко, практически ежегодно проходит съезд кистевых хирургов. В этом году, в конце мая, будет проходить съезд в Ярославле, где мы тоже планируем принять участие. А кто ваши основные пациенты? Это пациенты с травмами и заболеваниями кисти, поскольку рука и кисть в том числе являются огромным труда, при помощи которой мы, в принципе, делаем практически все. Соответственно, и травмируется гораздо чаще. В целом, в структуре травматизма травма кисти занимает до 30%. Все эти травмы абсолютно разные, учитывая то, что мы кисть рассматриваем как орган, в котором очень много анатомических элементов этой космос-структуры. Это и разъединенность сеть сосудов, нервов, это сложная система сухожилий, связок, где проходят эти сухожилия. Поэтому лечение достаточно сложное, требует особой подготовки. Не всем бывает по душе такая медицина, поскольку очень тонкая хирургия достаточно сложная. А какие проблемы чаще всего встречаются? Наверное, травмы все-таки? Чаще, конечно, травмы. Производственные травмы из года в год их становится меньше. Меньше – это очень хорошо, поскольку производство все-таки развивается, больше автоматизация идет производства, защитная система работает, наверное, охрана туда работает в правильном направлении. На самом деле их гораздо меньше стало за последние 15 лет точно. А бытовой травматизм никуда не делся, конечно. То есть это банальные травмы, падения на руку, различные двери можно причинить, раны, которые очень часто, к сожалению, сопровождаются, поскольку в кисти все очень сконцентрировано. Любая даже небольшая рана, если она достаточно глубоко проникает, может повредить и сухожилия, и нервы, и сосуды. И при серьезной травме запрождаться открытым первым костей, что требует иногда одномоментного восстановления всех структур, что достаточно сложно. И это же, опять же, препятствует достаточно быстрой разработке. Здесь очень важно работать вместе с пациентом, что мы, собственно говоря, стараемся делать, довести до пациента, что мы делаем только часть работы, то есть наша задача – установить анатомическую целостность. А функциональное восстановление – это совместная работа, поскольку любая реабилитация, любая разработка – это кровь, пот и слезы. И те пациенты, которые понимают, готовы заниматься своим здоровьем, устанавливают свою функциональность. Кстати, раз уж мы затронули эту тему, то как проходит реабилитация пациентов? Ну, реабилитация пациентов начинается еще на фазе госпитализации в отделении, хотя наша задача – восстановить анатомическую целостность, добиться заживления ран, отсутствия инфекции, и начинаем пациенту объяснять на начальном этапе, что нужно делать, что можно делать, самое главное, чтобы не повредить тому, что сделано, так скажем. В дальнейшем пациент у нас выписывается в травмпункты или в поликлинике поместительства, где ими занимаются уже инструкторы ЛФК, для того, чтобы восстановить функциональную целостность. Если какие-то там возникают вопросы, у нас проводится консультативный прием два раза в неделю, по четвергам-пятницам. Ну, зачастую пациенты сами приходят, показывают свои результаты, хорошие, плохие, всякие. То есть, если что-то там идет не так, реабилитационный период, стараемся помочь, может быть, что-то сделать дополнительное еще. А рука может восстановиться полностью после операции? Все, конечно, зависит от степени повреждения, от количества травм. Ну, конечно, может. Ты должна, то есть, это наша цель, цель наша с пациентом совместно восстановить функцию, потому что даже небольшие ограничения, на самом деле, функции кисти очень здорово влияют на качество жизни, в первую очередь, пациента. Очень здорово влияют на психоэмоциональное состояние пациента. Радик Амерденович, помните свою первую операцию? Одна из первых операций, где я был еще ассистентом, это сам начальство и профессиональной деятельности. Пациент поступил с жалобами на боли, простреливающего характера. Когда выясняли, что произошло, он работал с молотком, отлетел окалина, попал в предплечье. Причем окалина металлическая, она была всего 1,2 мм размера. Понадобилось защитительное время, чтобы ее найти. Нашли, у пациента все восстановилось 100%. Все боли прошли, никаких потом последствий не было. Но это вопрос о том, что можно ли восстановить кисти. Конечно, можно. А сравнима ли кистевая хирургия с ювелирной работой? Несомненно, несомненно. Причем даже используем зачастую микрохирургических методик. То есть это специальный инструментарий. Это операционный микроскоп, которым мы пользуемся. Да, то есть чем более деликатно обращаешься к тканям, тем более полноценное восстановление. И более проще будет реабилитация. Ну и функциональный результат, соответственно, за который мы боремся всегда. И последний вопрос о нацпроекте здравоохранения. Какое влияние он оказывает на систему оказания помощи пациентам? Я могу сказать, что на сейчас у нас отделение комплектовано на 100%. Много молодых травматологов хотят работать. Кистевые хирурги, им это очень интересно. Мы, в свою очередь, конечно, их учим, подготавливаем. Ну вот одно из аспектов – это кадровый голод у нас. Ну, только кадрового голода сейчас нет. Что еще там? Доступность медпомощи. Два недели прием видео. Она же и доступность населения для оказания данной помощи. Сейчас во всех районах знают, что есть отделение кисти. Иногда пациенты сами приезжают даже с отдаленных районов. Так как нас слышно, что мы здесь кистью занимаемся, приезжают, стараемся им всем помочь, не отказывать никому. Ну и хочу вот сказать, что практически за пределы регионов и пациентов с заболеваниями, последствиями травм, травмой кисти, крайне редко отправляются. Это какие-то уже очень тяжелые там случаи должны быть. Практически 99,9% пациентов лечатся здесь у нас. Напомним, что национальный проект здравоохранения нацелен на то, чтобы снизить дефицит кадров в отрасли, а также увеличить продолжительность жизни россиян за счет доступной и качественной медицинской помощи. На тему дня. Вы слушаете радио России Урьяновск. У микрофона Алексей Сорокин. Краеведческий калейдоскоп Мы продолжаем цикл рассказов о выдающихся симбирянах, наших земляках. Сегодня мы вспомним Александра Васильевича Толстого. Он был почетным членом археологического института, сотрудничал со многими научными обществами, участвовал в работе археологических съездов. Об этом увлеченном археологе и нумизмате, одном из соучредителей симбирской губернской ученой архивной комиссии, нам расскажет старший научный сотрудник Ульяновского областного краеведческого музея Марат Гесматуллин. Долгие годы он был незаслуженно забыт. Имя Александра Васильевича Толстого вновь обрело известность во многом благодаря публикациям краеведа Татьяны Алексеевны Громовой, изучавшая историю симбирских дворянских родов. Родоначальником симбирской ветви Толстых был звенигородец Иван Толстой, сыновья которого Григорий и Петр в 1639 году получили поместье в Нижегородском уезде. С XVIII века Толстые владели землями в Симбирском и Сызранском уездах. Александр Васильевич Толстой родился в 1821 году в семье штабс-ротмистра Василия Александровича Толстого и Варвары Александровны, врожденной Мусиной Пушкиной. При жизни отца семья редко бывала в родовом имении в селе Каранино Сызранского уезда Симбирской губернии. В настоящее время это село в Николаевском районе Ульяновской области. Толстые большую часть времени проживали в Москве и только наездами бывали в Симбирске. Все изменилось после смерти Василия Александровича в 1838 году. Его вдова вместе с дочерями Елизаветой и Анной поселилась в Каранине. В январе 1837 года Александр Толстой был определён в главное инженерное училище в Петербурге. На выбор училища, вероятно, повлияло то обстоятельство, что он сильно заикался, и родители Толстого сочли службу в инженерных частях для него наиболее подходящей. В училище в основном преподавались технические дисциплины, но одновременно с Толстым учились будущие известные писатели Фёдор Михайлович Достоевский и Дмитрий Васильевич Григорович. Писатель Григорович в своих литературных воспоминаниях, относящихся к 1836-1837 годам, времени поступления в инженерное училище, пишет «Утешался я только тем, что со мной будет Александр Толстой, с которым я познакомился и подружился. Толстой провёл детство в Москве, в доме умного, образованного отца, был 15 лет, вполне развитой мальчик, успел прочесть множество русских книг». В Государственном архиве Ульяновской области сохранился формулярный список Александра Васильевича. Согласно которому, в августе 1842 года он закончил курс обучения и был отправлен на службу в Оренбургскую инженерную команду. К месту службы Толстой прибыл в феврале 1843 года, но уже в октябре того же года, в возрасте 22 лет, вышел в отставку в чине инженер-подпоручика. В прошении об отставке причиной он указывает домашние обстоятельства. После смерти родителей он стал владельцем родового имения в селе Каранино. Вскоре его сёстры Елизавета и Анна вышли замуж и покинули родительский дом. Весьма примечательно, что в сестру Александра Васильевича Толстого, Елизавету, был безответно влюблён известный писатель Иван Александрович Гончаров. Он был очарован её умом, эрудицией и обаянием. Называл прекраснейшей из женщин. Гончаров посвятил Елизавете Васильевне Толстой неопубликованный роман в письмах «За и против». А также, по мнению Гончароведов, воплотил её черты в образе Ольги Ильинской в романе «Обломов». Живописный портрет Елизаветы Васильевны, написанный Николаем Майковым в 1855 году, был передан в наш музей в 2017 году профессором Сарбонны Вероникой Жабер, одним из предков которой был Александр Васильевич Толстой. В январе 1855 года Александр Васильевич Толстой женился на Анне Павловне Техменёвой, приёмной дочери и единственной наследнице дворян Бестужевых, владельцев богатого имения в селе Репьёвка Сызранского уезда, сейчас это село в Новоспадском районе Ульяновской области. Вся последующая жизнь Александра Васильевича была связана с Сызранским уездом. Он трудился на разных выбранных должностях, был Сызранским уездным предводителем дворянства, с 1875 года в течение 20 лет был почётным мировым судьёй Сызранского уезда, имел ряд наград за усердную и безупречную службу. При этом Александр Васильевич Толстой много сил отдавал главным увлечением своей жизни – археологии и нумизматики. По словам дочери, он был большой мастер на малые дела. В свободное время он коллекционировал редкости, выпиливал по дереву, создавал макеты разных построек. В жизни он сильно заикался, но любил выступать в домашних спектаклях, где по воспоминаниям играл блестяще и говорил совершенно свободно, без всяких признаков заикания. Александр Васильевич и Анна Павловна Толстые много путешествовали. Так, 1864-1865 годы семья провела во Франции и Италии. 1867 год – в Киеве. 1876 год – снова Италия. Проживая в Неаполе, Александр Васильевич все свободное время посвящал изучению римского города Помпеи и знакомству с античной культурой. Двухэтажный каменный дом в Репьевке, в который Толстые впоследствии переселились, был построен в конце XVIII века Василием Бестужевым. Рядом с домом располагался обширный сад с прудом. На большой клумбе перед окнами стояли каменные солнечные часы. В нижних комнатах дома располагались большой зал, гостиная, кабинеты с высокими потолками и большими окнами, выходящими в зимний сад. В зимнем саду были собраны редкие виды пальм и других тропических растений. Верхний этаж наследники приспособили для детской, гостевых комнат и библиотеки, насчитывавшей несколько сот томов. В большой зале Репьевского дома на восьми окнах и дверях возвышались карнизы, выполненные самим Александром Васильевичем Толстым. В центре каждого карниза находились гербы родственных семей – графов Толстых, Астерман Толстых, Хитрово, Васильчиковых, Дурново и других. В зале также размещались пять семейных портретов Толстых. Центральное место занимал портрет Ксантипы Толстой, прабабушки Александра Васильевича. В гостиной Репьевского дома стояли шкафы-горки с коллекциями уникальных вещей – севскими и саксонскими фарфоровыми чашками, богемским хрусталем и замечательными находками из помпей. Особым местом в доме был рабочий кабинет Александра Васильевича. А насколько хорошо было известно имя Александра Васильевича Толстого? Наверняка все труды, которыми он занимался, были широко известны в научных кругах. Имя Александра Васильевича Толстого было известно в научных кругах России и за ее пределами. Об этом можно судить по его письму из Неаполя от 28 декабря 1876 года к дочери Ольге, в котором он пишет. «Получил я из России письмо от Калачева. Просит у меня разных археологических сведений о Симбирской губернии. Признаюсь тебе, что меня очень польстило внимание нашего знаменитого археолога. Вспомнили обо мне? Значит, что и во мне нуждается русская наука. Та наука, которой посвятил я по мере моего умения столько сил и времени. Очень бы хотелось дельно откликнуться, вот я теперь этим и занимаюсь». Упоминаемый в письме Николай Васильевич Калачев, известный историк, археограф, крупный специалист архивного дела. Был инициатором создания в 1877 году и первым директором Петербургского археологического института. Александр Васильевич Толстой состоял почетным членом археологического института, сотрудничал со многими научными обществами, участвовал в работе археологических съездов. Так, в трудах Третьего археологического съезда, состоявшегося в Киеве в 1874 году, опубликовано краткое сообщение Толстого об обследовании киевских золотых ворот, которому прилагался глазомерный план руин этого памятника. В 1878 году Александр Васильевич Толстой передал археологическому институту уникальный источник середины XVII века – книгу «Строельную горды Симбирска». Известно, что до середины XVIII века список этой книги хранился в Казанской губернской канцелярии, а в начале XIX века рукопись попала к симбирскому гражданскому губернатору Александру Васильевичу Толстому. В 1897 году книга «Строельная горды Симбирска» была издана Симбирской губернской ученой архивной комиссией под редакцией Павла Любимовича Мартынова. Общие научные интересы связывали Александра Васильевича Толстого с Владимиром Николаевичем Поливановым. Инициатором создания Симбирской губернской ученой архивной комиссии, археологом и коллекционером. Известность в научном мире Поливанову принесли многолетние исследования Муранского могильника, одного из крупнейших археологических памятников Золотардынской эпохи в Среднем Поволжье. Муранский могильник располагался в Сызранском уезде Симбирской губернии. В первые годы исследований этого памятника Александр Васильевич Толстой помогал Владимиру Николаевичу Поливанову с организацией раскопок и атрибуцией археологических материалов. В Государственном историческом музее в Москве хранится небольшая коллекция материалов Муранского могильника, подаренная Александром Васильевичем Толстым. В сентябре 1895 года Александр Васильевич Толстой совместно с Владимиром Николаевичем Поливановым и французским археологом Жозефом Дебаем посетили раскопки средневекового города Укека, располагавшегося близ Саратова. В 1895 году, когда в Симбирске было решено учредить ученую архивную комиссию, Александр Васильевич одним из первых приветствовал ее создание, как мечту всей своей жизни, и стал наряду с другими ее учредителем. С первых дней ее деятельности, несмотря на преклонные годы, он активно участвовал в ее работе. В сентябре 1895 года Александр Васильевич Толстой передал в архивную комиссию 6 грамот конца 17-го, начала 18-го веков, большинство из которых было связано с угасшим родом дворян и пьевых. Не секрет, что Александр Васильевич Толстой собрал уникальную нумизматическую коллекцию. Что о ней известно? Нумизматическая коллекция насчитывала 2590 античных, восточных и русских монет. Описи нумизматической коллекции Толстого, к сожалению, не сохранились. Но известно, что особую ценность ей придавало наличие большого количества древнегреческих и римских монет, привезенных им из Италии. В их числе монеты древнегреческих городов-колоний в Южной Италии, Метапонта, Торрента, Фурий и других. Монеты Фракийского царства. Монеты периода Римской Республики и Империи. В коллекции Александра Васильевича Толстого было много восточных, преимущественно золотардынских монет. С нумизматической коллекции Толстого был знаком известный востоковед-арабист, археолог и нумизмат, член-корреспондент Петербургской академии наук Павел Степанович Савельев. В одной из своих статей, опубликованных в 1858 году в трудах Российского археологического общества, он привел информацию о редком дирхеме 1288 года Чикана-сарая из собрания Александра Васильевича Толстого. В коллекции Александра Васильевича Толстого хранилось несколько монетных кладов. Два из них были найдены в конце XIX века у села Губино Сызранского уезда. Первый из них состоял из 442 монет Золотой Орды, датированных в 1310-1365 годами. Второй клад, найденный крестьянами при распашке поля, насчитывал 450 старинных медных монет. В коллекции Толстого также были представлены редкие русские монеты. Хотелось бы познакомить с отдельными античными монетами, которые, несомненно, происходят из коллекции Александра Васильевича Толстого. В собрании Ульяновского областного краеведческого музея представлены монеты древнегреческих колоний, основанных в античный период, начиная с VIII века до н.э. на территории современной Южной Италии, в Лукании, Компании, Апулии и Калабрии. Город Фурии был основан в 510 году до н.э. переселенцами из Афин. Своё название город получил по имени близлежащего источника Фурий, что означает «бурный». На лицевой стороне Дидрахмы города Фурии изображена голова Афины в шлеме с лавровым венком. На оборотной стороне – бык, под ним – птица, ниже – изображение рыбы. Город Тарент, современный Таранта, был основан спартанцами в 706 году до н.э. на берегу обширного Тарентского залива. Город был назван в честь Тараса – персонажа древнегреческой мифологии сына Посейдона и нимфы. Согласно преданиям, основатель первого поселения Тарас был чудесным образом спасен от кораблекрушения дельфином, посланным Посейдону. На монете Тарас изображен плывущим на дельфине с трезубцем в руке. На противоположной стороне – всадник, держащий копье. Изображение лошадей на монетах Тарента указывает на обширные поля, расположенные вокруг города. Следующая монета – тетрадрахма, то есть серебряная монета равная четырем драхмам фракийского города Фасос. Фракия – это историческая и географическая область на востоке Балкан. Остров Фасос расположен в Эгейском море, на побережье Фракии его отделяет небольшой пролив. В древности Фасос был богат корабельной древесиной, месторождениями белого мрамора. Здесь также добывали золото, серебро, медь и свинец. Фасос был крупнейшим торговым центром греческого мира. Высокохудожественная тетрадрахма острова Фасос выполнена в самых лучших традициях эллинистической чеканки, на самом излете этой эпохи. На аверсе монеты изображен бог Дионис в юные годы, а на реверсе – задумчиво отдыхающий после своего очередного подвига Геракл с палицей и шкурой убитого им немейского льва. Раннеримская литая бронзовая монета получила название триенс. Вес монеты составлял около 90 грамм. Триенсы республиканской эпохи отличались изображением минервы на аверсе и носа корабля на реверсе. Номинал обозначался четырьмя точками. Римская серебряная монета времен республики и первых двух веков империи получила название динарий. Динарий 62 года до н.э. принадлежит чекану представителя патрицианского рода Эмилиев Липидов Эмилию Липиду Павлу, который сделал неплохую карьеру в годы гражданских войн. Он занимал высокую должность квестера в год консульства Юлия Цезаря. На аверсе монеты изображена Конкордия, богиня Согласия. Аверс Динария, вероятно, связана с историческим событием, подавлением заговора Кателины. На монетах Римской империи на лицевой стороне монеты чеканился портрет императора и помещались его титулы. На оборотной стороне римляне чеканили персонифицированное изображение разных явлений и образов. Римляне обожествляли повседневные события и явления. Боги, по мнению римлян, управляли разными сферами жизни людей. Церера – сельским хозяйством, Марс – войной, Фортуна – человеческой судьбой, Пакс – поддерживала мир. Богиня Согласия Конкордия помогала налаживать гармоничные взаимоотношения как в частной, так и в общественной жизни. Со временем императора Августа Систерций представлял собой монету из недрагоценных металлов. Систерции отличались большими размерами, хорошим качеством изготовления и реалистичными изображениями. Выслушали старшего научного сотрудника Ульяновского областного краеведческого музея Марата Гесматулина. Вот и все на этот час. С вами был Алексей Сорокин. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok